Друзья, всем привет! Меня зовут Роман Рябикин, являюсь юристом. Мы занимаемся общественной деятельностью, а также оказываем различный спектр огромных юридических услуг. Наша компания называется «Большое самое большое». То, что есть по Тульской области под названием «Мое право Тула», друзья. Каждый может обратиться, набрать в открытых источниках, найти нас. Наши контакты все в открытом доступе. Итак, повторюсь, мы занимаемся юридической деятельностью, и также оказываем услуги общественной деятельностью. И я предлагаю каждому, пока кто в эфире, поставить нам авансом-авансом палец вверх. Здравствуйте, кто нас видит, слушает, смотрит. Меня зовут Владимир Мамаев. Я так понимаю, здесь собрались все юристы. Будем считать, что я тоже юрист. В принципе, я этой деятельностью давно занимаюсь, но большой был перерыв, потому что работал по таким стандартным профессиям. Вот. Занимался своим собственным бизнесом. На данный момент занимаюсь, скажем, бизнесом в сфере оказания юридических услуг. Ну, также есть свой YouTube-канал. Монтирую видеоролики. В основном, это связано с судами в последнее время. Раньше, как бы, много видео снимал по просрочке. С ментами было многого на меня видео, когда был масочный режим. Ну, вот, как бы, коротко себе так. Масочный режим – это все, что связано с 26.1, да, Владимир? А правильно понял? Да, именно так. На меня даже несколько статей было на эту тему. Вот. Но потом меня перестали трогать, потом я слишком далеко зашел, и меня закрыли, так сказать, места не столь отдаленные. На данный момент все, жду, когда будет рассмотрена моя кассационная жалоба. Ну, насколько я предполагаю, в соответствии с законодательством, решение должно быть в мою пользу. Ну, и дальше будем заново все рассматривать. Но если чудо произойдет, конечно, это будет интересно. Ну, и позвольте вопросы. Если мы коснулись подобной тематики, много ли было в практике у вас такого, что вы отменяли 20.6.1 первой части Кодекса Российской Федерации административных правонарушений? Ввиду отсутствия состава, допустим, да. С учетом того, что меня практически здесь не трогали, ну, видимо, какое-то указание было со мной не судиться, протоколу на меня не составлять, поэтому дел на меня было очень мало возбуждено административных по этой статье. Соответственно, какие-то дела были не в мою пользу, но были они не в мою пользу только по той причине, что дела рассматривались в мое отсутствие. Меня на суды не пускали, потому что я, естественно, приходил без маски. Вышестоящая инстанция, она просто игнорировала мою апелляционную жалобу, все доводы, которые я приводил, а там доводы были железобетонные. Они тупо закрывали глаза и не видели, что там написано. Ну, это просто беспредел. Поэтому, как бы, видимо, дали им указание на меня ничего не трогать, никакие, скажем так, дела не возбуждать. Те, кто не понимал, это сотрудники полиции, они, допустим, составляли на меня протокол, я это все на видео фиксировал, их дураками, извиняюсь за выражение, выставлял, потому что показывал их безграмотность юридическую, неумение составлять протоколы, ну, вообще всю эту процедуру вести административную. То есть, процессуально, да, имеется в виду? Да, 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 да. Соответственно, когда это дело попадало в суд, суди любыми путями эти протоколы возвращали, то есть, не доводя даже до судебного разбирательства. Ну, потому что, скажем так, вынуждено был и судей подставлять. Каким образом? Когда я приходил в судебное заседание, и меня не пропускали приставы, и, соответственно, устраивался очередной спектакль на видеозапись, аудиозапись со свидетелями, и все это в интернете попадало. Ну, соответственно, какие-то видеоролики у меня сейчас есть на ютубе на эту тему, у меня был тогда другой канал, он был уничтожен, сейчас новый канал у меня создан, и, соответственно, там все это выкладывалось, и никто не хочет видеть себя, потому что, когда я, скажем так, с проходной заявляю ходатайство письменно о том, чтобы прошу меня допустить в зал судебного заседания без обязания мне надеть какой-либо предмет себе на лицо, там, можете там СИЗОт называть, там, как угодно, там, тряпка, как угодно. И судья, судья это, надо же додуматься, выносит определение на бумаге через помощника суди мне передает, спускают, где прям четко-четко написано, что мы вам отказываем, условно говоря, в судебной защите, потому что вот вы не одели намордник. Слушайте, ну вообще такая процедура процессуальная, она правильная, чтобы помощник спускал определение, не рассмотрев его в присутствии заявителя в зале судебного заседания, именно так же происходило? Именно так происходило. Вообще отказывать в судебной защите, потому что, когда человек обращается там по уголовному делу, по административному, по гражданскому, не имеют права, потому что ни в одном процессуальном кодексе нету такой нормы права, чтобы отказывать, в связи с тем, что человек себе на лицо что-то не одел. Вот, в частности, если отвлечься, вот мой приговор, который был в отношении меня вынесен по уголовному делу, это, если интересно, я могу рассказать, в чем его суть была. Так вот, меня судили без меня. Это прямо в уголовном процессуальном кодексе прописано, что это является основанием для отмены любого приговора, потому что так нельзя. Так вот этот вот, скажем, беспредел прошел в первой инстанции. Апелляционная инстанция это схавала. Апелляционная инстанция, она в принципе сказала о том, что мы не будем рассматривать дело, потому что мы не будем делать переоценку выводов суда первой инстанции. Просто возникал вопрос, а тогда зачем вы здесь сидите? Ведь суть апелляционной инстанции как раз для того, чтобы они заново изучили доказательства и дали свою оценку. Ну, потому что суд первой инстанции может быть необъективным, там, ну, предстрастным и тому подобное, ну, что было в моей ситуации. Вот. Ну, благо, что есть еще кассационная инстанция, и на данный момент есть даже судебная практика в суде кассационной инстанции, 3-й кассационный суд общий юрисдикса, это вот в Санкт-Петербурге, и там рассматривали уже аналогичные дела, и они уже признавали действия вот этих судей незаконными. То есть, когда адвокаты удаляли из зала судебного заседания, там, еще там кого-то, из-за того, что он не одел маску. Поэтому, как бы, я уверен на 99%, что если все будет по закону, то, естественно, приговор будет отменен. И дальше я надеюсь на возбуждение уголовного дела в отношении судей, которая выносила приговор, потому что, когда дело рассматривали в мое отсутствие, я находился в тот момент в СИЗО. Вот. И я оттуда каждый раз на каждое судебное заседание писал бумагу о том, что я носом тыкал в эту статью 305 Уголовного кодекса, это то, что она вынесет заведомо неправосудный приговор. Вот. Ну, то есть, много там все это есть. У меня кассационная жалоба, кому интересно, может, у меня на странице ВКонтакте почитать. Просто это беспредел. Вот она сейчас ходит, я там ее подкалываю, когда я вижу в суде, там, здравствуйте, Елена Александровна, по-моему, вот так. Вот. Бегает, как мышь серая. Ну, я не буду сейчас, как бы, на нее громко говорить в прямом эфире, но она знает прекрасно мое отношение к ней. И я думаю, что я добьюсь от того, что это будет один из немногих судей, который получит реальную уголовную статью и желательно лишение свободы. Потому что часть 2 по 305 статьи Уголовного кодекса предусматривает ответственность уголовную от лишения свободы от 3 лет до 10 лет. Да. Но еще один немалозначимый фактор, да, такой, это право на реабилитацию. Ну, это понятно. Но с учетом того, что я вижу, что в стране происходит, людей сажают вообще ни за что на пустом месте. То есть достаточно, чтобы кто-то что-то про кого-то сказал, выступил в качестве свидетеля, и это оказывается достаточно. Хотя я знаю, есть разъяснение Верховного суда о том, что если там кто-то кого-то обвиняет, этого недостаточно. Должна быть совокупность доказательств. Вот, допустим, то дело в отношении меня, которое было возбуждено, я прям коротко, очень коротко. Ну, как известно, я блогер, снимаю видео провокационные, в том числе связанные с просрочкой, с масками, на тот момент я снимал видео. Ко мне обратились люди с просьбой, говорят, вот в этом магазине отказывают в обслуживании, если у человека нету маски. А я, короче, когда приходил в какой-либо магазин, я добивался того, что начали обслуживать с маской. В смысле, начали обслуживать, если у человека нету маски. То есть через видеоролики, через скандалы, через вызов сотрудников полиции. Ну, то есть там кипиш такой хороший поднимался. Между тем, это образовывает состав 14.8 Кодекса Российской Федерации административного правонарушения. Ну, всем плевать на эту статью, поэтому как бы все прикрывались то, что вот у нас коронавирус, баронавирус, и поэтому, как говорится, все права можно нарушать. Вот, поэтому там, когда говорили, что у вас просрочка, говорят, а вы без маски. Хотя где здесь взаимосвязь просрочки и без маски? Ну, короче, дело не в этом. Вот. И, соответственно, я в один прекрасный момент снимал ролик о том, что как бы два сценария у меня было. То есть я взял заведомо просрочку с прилавка, там две пачки творога, и предъявил ее на кассу. Вот. Дальше, значит, мне отказали пробить, потому что у меня нету маски. Ну, у меня на эту тему видео, по-моему, выложено на новом... Да, или тряпочки еще такие предлагали, тряпочки без... Да, тряпочки, там все, что угодно. Какой просто прикрыть? Смысл в том, что, соответственно, я им вот эту всю тираду объяснил, что как бы они нарушают, ну, у меня уже был определенный инструмент, как себя вести, потому что объяснять дураку, что он дурак, бесполезно, как бы, ну, он все равно этого не признает. Поэтому я вел себя достаточно жестко во всех вот этих магазинах, как я до них доносил, что, кажется, нужно брать с меня деньги. Просто я как? Я вызывал сотрудников полиции, приезжали сотрудники полиции, я хватал этот пакет мертвой хваткой, естественно, никто у меня его не отбирал, и увозили меня в отдел полиции. Ну, а дальше я там писал заявление на сотрудников полиции, и они от греха подальше меня просто отпускали с продуктами. И состав при этом никакой не вменяли, да? Конечно, нет. Ну, так, ну, я даже дался сотрудников полиции, я все фиксировал, что у меня отказываются принять оплату, я в магазине обслужился, я публичную оферту акцептовал, то есть, ну, я все готов, кажется, дальше самоуправство кассира, который, ну, по своей какой-то, своему видению решает не брать деньги. То есть, по сути, он совершает, скажем так, хищение имущества в виде денежных средств, потому что он должен доложить эти деньги из своего кармана, потому что он, получается, хищение в пользу третьих лиц. То есть, в мою пользу совершает хищение, не беря деньги. Но это уже их проблема. Я предъявил на кассу товар, который был куплен другим человеком в другом магазине, меня не было в торговом зале магазина. Это все было заснято на камеру, соответственно, магазин упичкан камерами, большой магазин окей. То есть, весь магазин упичкан камерами, товар был предъявлен вообще разнобой, там и детская игрушка, машинка, и молочные продукты, и овощи, фрукты, что там еще было, и хлебобулочное. Сотрудник полиции пришел в магазин окей, они три часа смотрели эти видеозаписи по видеокамерам, естественно, они меня там не нашли, потому что меня не было в торговом зале. Но, несмотря на это, они решили возбудить уголовное дело. Возбудили уголовное дело на мое ходатайство о том, чтобы посмотреть видеозаписи, материалы дела, приобщить уголовное, о том, что, как говорится, меня не было в торговом зале. Я не брал это. А 158-ю возбудили? 161-ю. А, 161-ю. Часть 2-я. А часть 2-ю... Так я же говорю, что товар был куплен другим человеком в другом магазине. Ну, скажем так, моей супругой. Я просто снимал, скажем так, вторую серию, и я даже не знал, что в пакете находится. Я у нее взял пакет, пока она там выбирала туалетную воду, это напротив, скажем так, КАС, Литуаль, магазин. Ну, вышел, скажем так, и решил снять вторую серию. Симитировал покупку, то есть я предъявил товар, который у меня был в пакете. Я его, соответственно, предварительно пересыпал в эту корзинку. Ну, то есть сделал полностью видимость, как будто я этот товар взял у них. Понятно, что в таком большом магазине товар мог совпадать. В принципе, и какой-то товар могла супруга купить у них в магазине. Но дело-то не в этом. Дело в том, что я, когда заявлял ходатайство о допросе свидетеля моей супруги, я заявлял ходатайство о допросе других свидетелей и о изъятии видеозаписи с камер наблюдения. Следователь ответил на мое ходатайство постановлением, что в этом нет необходимости. И у них в материалах дела нет ни одного доказательства, то, что я у них что-то брал в магазине. Это вот самое интересное, что их обвинение построено исключительно на предположение, что раз ты предъявил на кассу, значит, ты в этом магазине этот продукт взял. А то, что мой довод о том, что этот продукт был куплен в другом магазине, я называл конкретные адреса, где это было куплено. Дай этот материал-то вообще. У меня было аж два эпизода. Первый эпизод – это когда я предъявил две пачки просроченного творога, а второй эпизод, так сказать, вторую серию я решил доснять. Я ее даже не планировал. Так просто получилось, что мы оказались в этом магазине. И я думаю, ну ладно, сейчас как бы вот эту ситуацию разыграю, скажем так, спектакль. И заодно поговорю с руководством и выясним, что там по первой части, скажем так, по первой серии, которая днем была. Но до этого не дошло. На меня набросился охранник, соответственно, я к нему никакой силы не применял, там никаких угроз не делал. Все это заснято на видео, чуть ли не в прямом эфире это снималось. Супруга у меня в этот момент уже вызывала полицию, тот у меня вырвал, значит, охранник этот пакет. И несмотря на это, они увидели в моих действиях и часть вторую, то есть это применение насилия и угрозы применения насилия. То есть специально, чтобы меня закрыть на длительное время. Соответственно, меня удалили из процесса и просто дело рассмотрели в мое отсутствие. Ну, то есть, вот на данный момент я считаю, что начиная от следователя, значит, судьи, прокурора, ну и суда областного, все подлежат уголовной ответственности, потому что они искусственно посадили человека, который невиновен. Потому что нет того. Просто вменили. Придумали, придумали ситуацию. По сути, получается, что если любой человек предъявит на кассу хоть что-то, его можно обвинить и посадить. А то, что это товар его, то есть не надо никаких доказательств, что он что-то взял. Потому что обычно как? Если показывают, там кто-то ворует или там что-то грабит, всегда показывают видеозапись, как он что-то берет с пилавкой, правильно? Там прячет штаны или там что-то такое. А здесь им этого не надо было. Самое интересное, что вот так вот построено у нас правосудие. Так, ну что, переключимся. Да, я бы хотел сказать, что у нас сейчас смотрят 24 человека. Все передают привет вам, Роману Владимирову. И я бы хотел, чтобы вы все же обсудили такую тему, как закон о защите прав потребителя и судебные проблемы. Ну, проблемы связаны с тем, что встречаются там неадекватные судьи, которые выносят неправосудные решения. Вот какая частая практика у вас есть в делах? Ну вот, недавно у меня было дело с магнит. По сути, судьи сейчас стараются, ну, по крайней мере, в моих делах соблюдать законность. Ну, понятно, что можно извратить так решение суда, что оно, по сути, будет как отказ. То есть судья удовлетворила взыскать моральный вред с магазина магнит в размере... Короче, там полторы тысячи она взыскала. Ну, короче, у нас было два эпизода. Я так посчитал, там штраф она взыскала, и 500 рублей получается моральный вред за эпизод. То есть получается в общей сложности тысячи по двум эпизодам, и еще 50 процентов, вот полторы тысячи она взыскала моральный вред. Ну, там понятно, что еще судебные расходы она будет взыскивать. Так вот, смысл в том, что вот это вот решение, а мы заявляли 30 тысяч за каждый эпизод, мы исходили из того, что есть уже какая-то судебная практика, смотрели, какие суммы взыскивают в других регионах. Ну, понятно, что не везде взыскивают там 30 тысяч. Вот, допустим, есть такой человек, тоже блогер в Карелии. Поминов, по-моему, его фамилия. Вот, он там засыпал, короче, исками всю Карелию, и там судьи взыскивают, но все равно взыскивают 3 тысячи рублей за тот эпизод, который произошел. Вот, но чтобы 500 рублей взыскать за компенсацию морального вреда, когда у нас суд длился там несколько месяцев, несколько судебных заседаний было. То есть вот на данный момент я это рассматриваю как плевок в правосудии. Вот у меня есть эмоциональное выступление на эту тему, вот когда мы из суда выходим, там Денис заснял, как я вот это все, но я просто был, как бы немножко не ожидал. То есть для меня было как-то более понятно, если бы она отказала в удовлетворении. А когда человек выносит 500 рублей, ну можно еще было вынести там 400, там 65 рублей, столько-то копеек. Вот насколько человек должен быть мелочным, чтобы оценивать наши, вот допустим, страдания потребителей вот в такую сумму. То есть вот она получает, ну суди там получают данного уровня, не менее, по-моему, 200 тысяч рублей в месяц, но, по-моему, не менее, а так, скорее всего, и более. Вот. И как можно оценивать в эту сумму? То есть, с одной стороны, она удовлетворила иск, удовлетворила, но его аннулировала, обесценила. Хотя есть разъяснение Верховного суда на эту тему, я номер сейчас не помню, потому что я это просто как тексты в интернете видел, что вот Верховный суд высказал свое мнение о том, что недопустимо выносить, скажем так, компенсации морального вреда в маленьких суммах. Несмотря на то, что это на усмотрение судьи, но все равно даже Верховный суд обращает внимание, что вот эти размеры должны все-таки какими-то быть разумными, потому что что такое 500 рублей? Это смешно. Вот я не знаю, может быть, еще раз меня услышит, судья это, но можно ради интереса, конечно, будет подать еще какое-то исковое заявление, посмотреть, как судья следующий вынесет решение. Ну, не знаю, 500 рублей, по-моему, это перебор. Вот такая проблема есть у судей. Есть еще такая проблема, что судьи понимают, что, и, скорее всего, с этим связаны маленькие компенсации и попытки там сделать вид, что они не знают законодательства о защите прав потребителей, хотя я уверен на 200%, судьи прекрасно знают не хуже нас о том, что есть определенные нормы, они все это знают. На мой взгляд, они умышленно. У меня даже были случаи, когда судья требовала заплатить госпошлину по делу о защите прав потребителей. Такого маразма происходит, но я уверен на 100%, что они это делают умышленно. Это не с точки зрения, что они юридически неграмотные. Ну, так быть не может. Все-таки это судьи. У них высшее юридическое образование, у них огроменный опыт, практика и тому подобное. Просто, чтобы человеку создать вот эти препятствия и максимально, даже они, получается, затягивают рассмотрение дела, чтобы потом не было желания, чтобы, как говорится, вот это вот давалось не так легко. Потому что, если завтра все ломанутся на нашем примере в суды и будут взыскивать там хотя бы по 5 тысяч за эпизод, вы представляете, что будет. И так сейчас суды перегружены. Понятно, это все понятно. У нас тоже, например, есть судебная практика. Например, расскажи про случай Сметра. Насколько это все затягивается? Значит, был куплен ряд некачественного товара. Это город Калуга. Там в размере 30 тысяч рублей. Констовары. Да, констовары. Об этом писали, в принципе, новости в открытых источниках. Иск был подан в районный суд. Щекинский межрайонный суд, подчеркиваю, Тульской области. Не буду называть фамилию судьи. Шемчук? Шемчук, да. Так вот, что она сделала? К слову сказать, это было неоднократно, в принципе, в нашей практике, но это один из крайних. Она вынесла определение о неподсудности, ввиду того, что иск, значит, менее 50 тысяч рублей, и подсудность таким образом мирового судьи. Ну, что же за этим последовало? Конечно же, частная жалоба сразу в суд апелляции областной. Ну и, конечно, сразу же отмена полностью и возврат всех материалов на новое рассмотрение. Вот мне, как заявителю, который, в принципе, подавал эти иски, меня удивило то, что мы в этот суд одновременно подавали два судебных иска, один к ИП Будаевой, тоже по моралке, и один к Метро. И, получается, дела попали к разным судьям, а суть исков одна и та же, то есть компенсация морального вреда. И один судья принял иск и назначил там нормально, значит, как-то собеседование, потом перешли к рассмотрению дела, а другой судья почему-то взяла и вот так вот, значит, отклонила их, то есть одинаковые как бы основания. И мне кажется, что вот как Владимир сказал, что судьи какие-то вещи делают намеренно для того, чтобы затянуть процесс, чтобы наказать. Потому что вот эта вот вся ситуация привела к тому... Это же и так понятно, ведь согласитесь, да, вот Владимир юрист, я думаю, многие, которые нас смотрят, что произошла такая ситуация, реализатор, да, продавец товара вернул потребителю денежные средства за купленный некачественный товар. И тут возникает основание взыскания морального вреда. Это самостоятельное требование. Соответственно, подсудность это районного суда. Тогда как районный суд начинает толковать к мировым идите. Все это затягивается на длительное время. Таким образом, не разрешается к производству, не принимается. Происходят больше еще траты, допустим, почтовые расходы. Да, распечатка. Вот такое ощущение, что действительно возникает вот... То ли в силу занятости, то ли в силу неохоты вот этой заниматься, скажем, их судебной волокитой. Я не знаю, как они могут это толковать. Но, тем не менее, доходят до... Ну, за пределами добра и зла. В итоге, получается, одно дело у нас уже успели рассмотреть, вынести заочное решение. Второе дело. Ответчик его отменил, назначили новое заседание. А то дело, оно еще даже... Не принято производству. После отмены. Три месяца мы ждем, пока оно там вот эти все круги ада пройдет. Давайте я вам пример приведу. Вчера у меня было судебное заседание. Но тоже беспредел. Первое судебное заседание, на котором мы присутствуем по этому делу, там иск Совкомбанк к моему доверителю, и мы подали встречный иск. Там взыскание долга по кредитному договору в размере 49 тысяч, ну, около 50 тысяч рублей. И мы подали встречный иск, чтобы договор признать незаключенным и применить последствия ничтожной сделки. Так вот, самое интересное, что произошло вчера в судебном заседании. Я подал два ходатайства. Одно ходатайство – это об ознакомлении с материалами дела, а второе ходатайство о назначении экспертизы подчерковеческой и истребовании там необходимых документов. То есть, в рамках того договора, который они заявляют, кредитный, там сказано, что банк акцептует, он должен выполнить такие-то условия. Но, в частности, он должен был выдать расчетную карту, там, дебетовая, так называемая халва. Вот, соответственно, в материалах дела ничего этого нет. Соответственно, в принципе, суд, если бы мы не настаивали на истребовании этих доказательств, должен был вынести решение в нашу пользу, потому что сторона, а именно ИСИС, не доказал свои требования. То есть, ну да, предположим, даже если это оферта, заявление, анкета, там, индивидуальные условия, подписанные, предположим, моим доверитием, даже если предположить, то это не означает, что кредит был фактически выдан, то есть, что был договор акцептован, что была выдана карточка, а суд обязан выносить решение на основании имеющихся в деле доказательств. Соответственно, если этого нет, он обязан отказать, другого варианта просто нет. Ну, либо, как многие судьи очень часто любят, за банки собирают доказательства. Ну, мы пошли по пути того, что, ладонько, давайте вот мы вам носом тыкаем на том, что должны быть такие-то, такие-то документы, запросите их. Если они, допустим, откажут, либо не предоставят, примените там статью 68 Гражданского федерального кодекса, говорящую о том, что если там сторона удерживает какое-то доказательство, то суд вправе, ну, на мой взгляд, должен применить тот довод, который мы будем говорить, которым опровергается, либо подтверждается вот этот вот документ. Ну, суть понятна. Предмет, да. Да, и, соответственно, я заявил ходатайство, вот говорю, говорю, ну, смысл нам сейчас заявлять ходатайство, ну, то есть, ходатайство заявляется по порядку. Чтобы сэкономить время, я говорю, вот смотрю, могу сейчас заявить ходатайство об ознакомлении с материалами дела, соответственно, будет перерыв, мы будем ознакомиться, потом возвращаемся. Либо я вот сейчас просто заявляю ходатайство, понятно, что оно должно быть удовлетворено, суд назначит эксперимент, ну, то есть, будет приостановление, отложение и так далее. И тогда мы пойдем там ознакомиться с материалами дела. Да, да, все, все. Все, значит, удовлетворяется ходатайство, об истребовании доказательств, значит, об экспертизе направляется, значит, на рассмотрение банку, чтобы они выразили свое отношение к данному ходатайству, потому что это связано с деньгами, это связано с определенными моментами. Но сейчас я к самому главному подвожу. И в итоге мы выходим из судебного заседания и пытаемся ознакомиться с материалами дела. Вчера был понедельник. И в итоге нам говорят, что приходите в среду, так, подождите, как это так, мы здесь находимся, вот судебное заседание, вот материалы дела, нам только отфотографировать. Да, да, я знаю, почему так происходит. Не сшито. Не сшито, да, ничего. Да, да, да. Так, ну, ради бога, мы же можем подождать, там, если там и надо и полчасика, и часик можем подождать. Ну, Порошете, это все, ну, одно дело подождать, да, и другое дело специально выделять время, ехать. И я объясняю, поймите, что у моего доверителя, ну, заключен договор, он за то, что сюда приезжаю, платит деньги. Я сюда тоже не бесплатно приезжаю. Соответственно, это будут судебные расходы. А потом, кто их будет, как вы будете обосновывать. Потому что у судьи дело было не подшитое, поэтому вот такие вот километровые судебные расходы получаются, это тоже неправильно. В итоге это, естественно... Вообще, получается, вы же в ходе судебного заседания подаете такое ходатайство, и к судебному заседанию у судьи все уже должно быть прошито. Что ей там должно быть... Да, уже какое-то производство, уже все должно быть прошито. А потом уже докладываю, докладываю, уже потом подшиваю. Вот именно так и произошло. То есть мы такие развернулись, вроде уходим, а потом думаем, а что это мы в уходе? И пошли, и давай там их клепать. Мы сотрудников полиции вызывали, ну там, короче, кипишок мы подняли. Но в итоге судья такая, мужчина, судья вышел, говорит, вот так и так вступил в разговор, как бы я его спровоцировал на разговор, понятно, что он пытался избегать этого дела. Говорит, все разговоры в судебном заседании. Но я его подтянул на то, что, как говорится, в судебном заседании было заявлено ходатайство, поэтому вы удовлетворили, почему у вас сотрудники аппарата суда занимаются самоуправством, почему они ограничивают, а почему через три дня, а почему не через месяц ознакомиться. Вы определение сейчас вынесли, значит, и сейчас должно быть исполнено. В итоге он такой, а где сказано в инструкции по делу производства о том, что, как говорится, какие-то определенные сроки. И когда я ему сказал о том, что мы данный момент рассматриваем не в пределах этой инструкции, а в пределах судебного заседания, он тут уже сдался, он понял, что он не прав. Как бы тут ему большой плюс, что он как бы признал свою вину, говорит, все, подождите, дело подготовили. Да, на самом деле дело было не прошито. Я сейчас еще внимательно не изучал, и, скорее всего, протокол даже еще не был изготовлен, потому что предыдущее судебное заседание мы не присутствовали, никто не присутствовал, но все равно протокол как таковой должен быть, хотя бы там в один листик. То есть ты никого не был, вышли. Да, 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 да. Вот. И, соответственно, по-моему, его там не было. Я потому что, когда фотографирую, я все отфоткаю. Но самое интересное, что мы обнаружили, мы обнаружили, что в деле есть заявление от банка о том, который говорит, что мы продали этот долг и просим снять с рассмотрения исковое заявление их. Да ладно. И судья, несмотря на это, допустил вот этот вообще судебно-непонятное разбирательство. То есть по договору цессии они передали уже другим. Да, другой естественно, у них право уже утеряно. И, более того, они просят, говорят, мы просим снять с рассмотрения исковое заявление. А судья при наличии этих документов разрешает вопрос о назначении черковической экспертизы, о без требований доказательств. Вообще, что это такое происходит? Какой кошмар. Производство должно было быть прекращено. Конечно. Я выходит, говорит, все, конец. Здесь замена ИСА в принципе невозможна. Как это? Ну, если новый ИСТЕС, правоприемник захочет подать ИСК, он это сделает самостоятельно. Самостоятельно, конечно. Это ответчиков там, соответчиков привлекают. А тут он вот этого нового, скажем так, владельца несуществующего долга привлек в качестве третьего лица. Ну, это вообще я не понимаю. Это я сейчас буду отдельно разбираться. Я не знаю, как он будет это обосновывать, как он будет выносить решение. И вообще, как это будет. А кто будет судебные расходы нести в итоге по предыдущим, потому что это уже дело перешло из мирового судей в районный суд. То есть уже там долго это длится. Это новый, так сказать, ИСТЕС номер два будет вот эти все расходы вести, если он дело проиграет. А дело он так или иначе проиграет. Потому что на данный момент нет доказательств того, что по договору, по кредитному договору он исполнялся. Что было предоставлено денежные средства, либо вот эта карточка и тому подобное. Потому что, ну, как вот многие суды обращают внимание, и судебная практика, их вот эта внутренняя выписка, внутренний документ, там, движение денежных средств, это не доказательство, это недопустимое доказательство. Должны быть конкретные первичные бухгалтерские документы. Если выдаются деньги, да, то выдается банковский ордер, в котором человек расписывается, что он получил эти деньги. Если выдается кредитная карта, соответственно, он расписывается за получение этой карты. Тоже это документально оформляется за подписью стороны договора. Владимир, есть вопрос. Я извиняюсь, что прервал, да? А как вам такое, что при обжаловании судебного акта суда первой инстанции, ну, подав апелляционную жалобу, через несколько дней ты получаешь решение суда с отметкой вступления в законную силу? Как такое может быть? И вот я сегодня позвонил приемную Борисовой, передаю привет, если кто-то смотрит из Советского районного суда города Тул у меня. Я вот звоню, говорю, вот я как профессиональный юрист хочу понять, что мне делать с этим судебным актом. Может быть мне его председателю направить, может быть мне его в рамку поставить, или на папирусную бумагу его использовать. То есть что с ним делать? Я говорю, я правильно понимаю, ну, со мной разговаривает помощник судей или секретарь, да, на том проводе, да. Я говорю, вы как юрист, я говорю, я правильно понимаю, что он не может быть юридически сильным, поскольку поступила апелляционная жалоба в сроке, она зарегистрирована, причем информация наличествует на сайте суда, что подана апелляционная жалоба истцом, но при этом я получаю судебный акт со сметкой о вступлении в законной силу. А на самом сайте тоже вывесено было? Нет, нет, на сайте не было. Ну, здесь смотри, Роман, здесь я могу предположить, что это ошибка, это непреднамеренная ошибка, которую можно спихнуть на работников аппарата суда. То есть, ну вот, как бы, не заметили наличие апелляционной жалобы, ну, то есть здесь можно, скажем так, списать, ну, под дурачка закосить. А вот я тебе приведу другой пример, вот, буквально недавно из нашей практики. Судья выносит определение, в котором написано, что вы имеете право его обжаловать, подать частную жалобу в Мурманский областной суд. Это как раз связано с госпошлиной, по-моему. Ну, короче, вот такое вот определение. Я готовлю частную жалобу. Ну, раз мы можем обжаловать, можем обжаловать все. Мой доверитель, скажем так, платит, условно говоря, 8 тысяч за подачу аппарата сонной жалобы. Все это в судебные расходы будет положено. Все мы об этом говорим. Судьи, что, вот, говорится, вы тут сами раздуваете на пустом месте судебные расходы. Потому что, ну, ваше никчемное определение мы обжалуем, и высшестоящий суд однозначно отменит, потому что там беспредел. И в итоге, что происходит дальше? Вот эта судья, которая вынесла вот это определение, вдруг уходит в отпуск. Ну, совпадение, либо так вот на самом деле ушла в отпуск и кратковременно заменяет ее другой судья. И что делает, что делает эта судья? Эта судья берет и выносит свое определение, в котором она пишет, что, пишет, что вот это определение, которое до этого было вынесено, на которое мы подали частную жалобу, не подлежит обжалованию. Ох! И возвращает нам обратно частную жалобу. Это что? Я судья говорю, вы понимаете, что это присвоение полномочий судьи областного. Конечно. Это вообще что такое? Она не мела права никакого. То есть она как высшестоящая инстанция стала рассматривать. И даже если то определение не подлежит обжалованию, но там написано, что она обжалуется, высшестоящий суд должен был на это указать и вынести свое определение. Но никак не судья этого же уровня. Конечно. Так вот, я к чему это говорю? Что вот этот вот бардак, вот этот бардак, это не с точки зрения, что она не знает законы. Я уверен на 100%, что и первоначальный судья знал, что он выносит заведомо неправосудное определение. Я уверен в этом. Я уверен, что второй судья, выгораживая того судью и подставляя в конечном итоге себя, знал, что он выносит заведомо неправосудное второе определение. А почему это все происходит? Потому что безнаказанность. Судьи не несут никакой ответственности. Да, независимость. Судья, допустим, начинала там бычить, все такое. Но потом, когда она понимала, что не надо этого делать, потому что будет последствия. В виде видеоролика они все начинают себя вести. Более, скажем так, ну как должны себя судьи вести. Вот тоже недавно у меня было. Судья берет и просто удаляет из зала судебного заседания слушателя. Вот только-только-только открывается судебное заседание, она обращается к слушателю и говорит, вы кто такой? Он говорит, что вот я слушатель. Она говорит, вы хотите заявить ходатайство о том, чтобы вам разрешили быть слушателем? То есть она говорит слушателю, чтобы слушатель заявил ходатайство. Какая шум собачья. У меня я такое тоже встречал. И в итоге она говорит, я вам отказываю в ходатайстве быть слушателем. И с приставами его удаляют. А письменно-письменно отказала? Слушайте, а в ККС обращались и есть практика. Это на видео зафиксировано. Это вообще я ролики выкладываю. И более того, то есть она сначала запретила видеосъемку. Она отказала в отводах, которые мной были заявлены. Она вот выглавала слушателя. Более того, сам процесс, как происходил. Ну вот она просто взяла так быстренько, перелистала дело. Говорит, все, у вас есть что-нибудь добавить в материалы дела? Все, материалы дела исследований. Я такой, ну как это? То, что вы перелистали, вы что-то исследовали? То есть идет такой беспредел. И в итоге она вынесла решение, которое вот 12-го числа она вынесла. Скоро уже будет месяц. До сих пор нету мотивированной части решения суда. То есть я специально ходил на почту. У меня никаких извещений нет. На почту говорят, ну нету, ничего не приходило. Нету. А самое интересное, когда вот она выгнала слушателя, когда она все без видеосъемки провела, ну у меня ведется аудиозапись при этом, несмотря, значит, все, она объявляет решение, опять приходит этот слушатель, и она его уже на оглашении решения говорит, я же вас удалила из зала судебного заседания. И повторно его с приставами удаляют, даже на оглашение. Я суде спрашиваю, я могу получить резолютивную часть решения? Она берет, мне отказывает. Вам будет направлена мотивированная часть решения. То есть судья отказалась. Это районы же суд? Да, да, да. Вот если она это видео посмотрит, она должна понять, что насколько она вела себя некорректно, с юридической точки зрения неграмотно. Ну вообще, на мой взгляд, в ее действиях усматриваются признаки именно уголовного правонарушения, ну преступления в данном случае. Почему? Потому что, ну, просто взять, удалить слушателя, отказать в выдаче решения суда, неважно какого, резолютивно, мотивированно. Если я участвую в судебном заседании... Смотрите, Павелик, просто в районном суде резолютивку суд не выдает, только мировой. Они не выдают резолютивную часть решения. Это по Гражданскому профессиональному кодексу Российской Федерации. А, Роман, а давай тогда сделаем так. Какое норма и право, это говорено, что мировой судья выдает мотивированное решение, в смысле, резолютивное решение, а районный суд не выдает, если я прошу. Вот не готов сейчас ответить. Нет, ну есть статья 214, насколько я помню, где сказано... Нет, мировой судья может разрешить дело, вынеся только резолютивную часть решения. А мотивированный он выносит, если есть заявление от стороны. Да, но это разные вещи. Но решение в любом случае выдается лицам, участвующим в судебном заседании, а также направляется по почте. Отковой связи, да. Да, но там нету разбивки. Какое конкретное решение? Резолютивное, полное, то есть мотивированное. Нету разбивки. То есть, в любом случае, если я изъявил желание, вот, извиняюсь за выражение, у меня есть основания подозревать, что она изменит это решение. У нас такое же было с обе. Ну, я, в принципе, понимаю, о чем он говорит. Я солидарен. Тем не менее, просто я сказал, исходя из своей практики, что резолютивку у нас районный суд не выдает, только ее оглашает, а мировой суд может его выдать на руки. То есть, вот так. Не, ну, практика конкретных судов и Гражданский процессуальный кодекс – это разные вещи. Да, разные вещи. Не, ну, вот хорошо, вот такой момент, вот такой момент тоже я обратил внимание. Когда ни одна из сторон не является судебное заседание, судьи пишут, в связи с неявкой сторон аудиопрокаталирование не ведется, согласно статье 228. Да давайте откроем эту статью, где-то вообще об этом в чем-то говорится. Ведется, ведется, конечно, протоколы. Так в каждом протоколе, я который читаю, там написано, согласно статье 228, в связи с неявкой сторон аудиопрокаталирование не ведется. Но это вообще, что происходит, блин? Я захожу и говорю, ну, я все люблю перепроверять. Я открываю статью 228, на которую они ссылаются, в связи с чем это аудиопротокалирование не ведется, когда оно должно быть в обязательном порядке. Я в этой статье вообще ничего не вижу. Наоборот, там сказано, что в любых случаях оно ведется. Вот, и это происходит во всех судах, по крайней мере, в тех, в которых судах я участвовал, в городе Мурманске. Я всегда вижу эту тупую формулировку. Скажите, пожалуйста, вот как бы вы поступили, если бы вы купили просроченный товар и в своем решении судья указала вам на необходимость данный товар вернуть? Ну, помимо того, что судья своим решением расторгнула договор купли-продажи, указала бы, что магазин обязан вам вернуть денежные средства за товар, который вы до сих пор не вернули, но упаковки от этого товара находятся в материалах дела. Вам бы взыскали пенни, штраф, моралку, юридические расходы, но вот судья пишет, типа, верни, верни булочку. Вот что бы вы на этот счет сделали? Максим, а давай я как бы отвечаю на твои вопросы, задавать буду тебе, ну, отвечая на твой вопрос, задам тебе другой вопрос. Давайте. Вот скажи, пожалуйста, а вот с чего ты вдруг решил, что судья расторгла договор? Она в своем решении это указала. Хорошо. Товар не был вернут магазину, и был поддан иск в мировой суд, как раз с требованием расторгнуть договор купли-продажи, вернуть деньги за товар, за который вот, ну, не вернул магазин. При этом оппонент не заявлял о том, чтобы этот товар ему вернуть. В своих возражениях. Да. То есть она самостоятельно отошла от неких правил. Это мы про 79-й судебный участок говорим. Ну, это в общем, я в целом говорю. Просто сам... Я понял. А законодательство о защите прав потребителей, оно позволяет в одностороннем порядке расторгнуть договор? В одностороннем порядке позволяет, если будет уплачена сумма за оказанную работу. Ну, в данном случае у нас получается не работа, а товар, да? Да. Да. Просто товар. В одностороннем порядке отказаться от договора купли-продажи возможно? Ну, если товар некачественный. Ну, понятно, что некачественный, да. В одностороннем порядке. Ну, вот я отказываюсь. Нет, ну, то есть он имеет в виду, наверное, до покупки ты мог отказаться... Нет, я имею в виду после покупки. Ну, вот... Да хоть после покупки. Вообще, через суд, через суд расторгают расторгают договор, когда не допускается одностороннее расторжение договора. Когда по соглашению стороны не пришли... Не пришли. к согласию расторгнуть договор, тогда обращается заинтересованная сторона в суд и суд расторгает. Его претензионный порядок не был удовлетворен. Ввиду этого он обратился в суд. Я написал претензию... Какой претензионный порядок? Претензионный порядок он... Я в магазине в книге отзывов написал, что требую расторгнуть договоры купли-продажи по данному чеку, вернуть мне деньги из-за некачественных договоров. А они ответили, что мы провели работу с сотрудниками. Максим, смотри, давай еще разок. Значит, по поводу этих книг, жалоб и тому подобное. Их давно уже отменили, все, не надо на это ссылаться. Есть соответствующее постановление с 31 декабря какого там 20 или 21 года действуют. Там все четко прописано. Претензию отдали и все. Я сейчас немножечко про другое говорю. Зачем в суде требовать расторжения договора, если ты вправе его расторгнуть в одностороннем порядке? Что такое в одностороннем порядке? Ты просто ставишь в известность, все, договор расторгнут. Как фаз. Деньги там не вернули от этого? Не вернули от этого деньги? Это уже другое требование. Ну, то есть заявлять требования о расторжении договора нет необходимости, потому что договор и так расторгнут. То есть просто заявляю, что вот в связи с тем, что такого-то числа мной было отказано... До суда, правильно я говорил? Да, да, да. Ну, это правда. Здесь нету никакого претензионного порядка. Зачем вы вот эти претензии придумываете? Да, можно это какое добровольное урегулирование, чтобы там 50% еще штрафа получить, да, что если в добровольном не вернули, но он не является обязательным порядком. То есть можно сразу в суд напрямую обращаться. Штраф он так и так взыскивается. Тем более, да, тем более, если они, это дело дошло до суда и они добровольно не на стадии судебного разбирательства не вернули там и там деньги или тому, что суд все равно взыщет тогда еще и штраф, помимо той суммы, которую взыщет. по итогу, сама суть, вот то, что суд обязал вернуть ему товар. Да, это бред, это бред, бред, как в целом, бред требовать расторжения через суд договора по отношениям между... давайте все-таки в узкую часть посмотрим. Вот все-таки судья в отношении вас, например, взыскала все, она ему все взыскала, но заставила... Ну я же отвечаю на вопросы, вы меня перебиваете, я пытаюсь это сказать, вот еще раз послушаю, значит бред это все, не может судья обязать кого-либо тебя, как иса, обязать что-то делать. Вечный иск должен быть. Нету его. И даже возражения, требования такого нет. Но вот вас, вас вот судья обязывает, что вы будете в дальнейшем делать? Просто обжаловать? В смысле, что я буду делать? Я не буду ничего делать, я не знаю, ну я не хочу выражаться, но я факт покажу, да и все. Я плюю на такие решения судов. Когда мне судья в открытую говорит, сделайте то-то, я не делаю этого, потому что судья не имеет права это делать. Вот этот бредятин, у которого ты говоришь, ну да, можно потроллить, как я тебе написал, можно там вот это... Судья же берем 59-го, 79-го судебного участка, послушайте, пожалуйста. Целый контент можно сделать, там суде эти этикетки, ну это можно потроллить, да, чисто для этого. Но с точки зрения юридической, это бредякино. Да. Я, послушай, Максим, я обращаюсь в суд, требую от ответчика что-то, а судья берет, выносит решение, по которому я ответчику что-то должен. Ну это бред. Оно самое. При этом взыскивая в полном объеме все по закону защиты прав потребителей... Так вот я тебе отвечаю, я тебе тогда тебе ответил, что, ну это бред. Вот суди, вот вопрос нужно задать, вообще, вот как это можно обжаловать? Да просто не надо это исполнять. Как она будет выдавать исполнительный лист? Как это будет исполняться? Не, я тоже думал, как это будет исполняться. Это вообще трудно, что он отдал эти ручки, будет переписывать новую блокировку. Хорошо. Следующий вопрос от меня. Что делать, если покупатель, скажем так, намеренно приобретает просрочку и в ходе судебного заседания об этом как бы, ну не отрицает, говорит об этом и судья ему в исковых требованиях полностью оказывает ввиду того, что он намеренно купил просрок? Да, да, именно так и происходит, что человек, который намеренно, то есть, который хочет обратиться в суд, он намеренно покупает просрочку. Иначе не доказать. Не доказать иначе. Потому что, чтобы доказать, что ты в этом магазине купил просрочку, ты должен это зафиксировать на видео, либо со свидетелями и тому подобное. Ну, если ты это не сделаешь в процессе покупки, да, то как ты это потом в суде будешь доказывать, да они будут говорить все, что угодно. И говорят. И говорят. Так вот, то, что человек, вот моя точка зрения, то, что человек умышленно покупал просрочку, это как раз и доказывает то, что он нравственно понес какие-то страдания. Почему? Потому что он, осознавая, что он покупает просрочку, осознавая, что он тратит свои деньги, осознавая, что он тратит свое время, желая наказать магазин за продажу просрочки. Естественно, желая. Кажетная позиция. Да, он пошел на все это, на трату своего времени, на трату своих денежных средств, на сбор доказательств неопровержимых с помощью видео, фото, там, чека и тому подобное. краткий средств. Да, конечно же, судья не вправе отказывать, тем более, есть разъяснение Верховного Суда, что нам главное установить сам факт нарушения прав потребителей, а факт установлен, все, и там не сказано о том, что вот умышленно, неумышленно он это делает, ну, потому что он специально фиксирует, это сбор доказательств называется, 64-го судебного участка мы передаем вам привет большой, ваше решение будет отменено. Сам факт, сам факт продажи даже уже тогда, нарушение прав потребителей, когда эта просрочка на прилавке лежит, вот в принципе можно даже не платить за эту просрочку, сам факт, что она лежит, можно ее просто вскрыть, и, как вот мы делаем на видеокамеру, взять ее там частично съесть или полностью съесть, ну, там, если ты знаешь что-то там не отравишься, там, ну, какой-то нерискованный продукт, условно говоря, хлеб черствый, да, но просроченный, вряд ли хлебом отравишься, ну, да, вкусовые качества не те будут, вот, и не оплачивать, все равно причинен моральный вред, да, можно на кассе сказать, что я готов оплатить, но если они готовы взять деньги за просроченный товар, как бы, вот, зафиксировано на видео, вот, этикетка, где указано, что просроченный и нарушение, оно состоит не с момента продажи, покупки, а с момента реализации, выставления на реализацию, то есть, оферта, то есть, предложение заключить договор, то есть, на моем месте мог быть другой человек, ребенок, там, 14 лет, ему разрешено делать вот эти мелкие сделки, да, вот, купли-продажи, розничные, вот эти купли-продажи, ну, он в силу своей неграмотности, там, это, он просто может, ну, не проверять, и мы вообще не должны каждый раз приходить в магазин и проверять сроки, это обязанность работников магазина, мы должны взять любой товар и быть уверены, что мы его купили качественно, да, не должны мы делать их работу, согласен с вами, смотрите, а мы в итоге, смотрите, еще такая ситуация в последнее время, ну, скажем так, в блогерском сообществе набирает такой большой спрос, что некоторых блогеров у нас сейчас привлекают за мошенничество, за кражу, в тот момент, когда эти люди пользуются 530 статьей гражданского кодекса, например, люди зашли в магазин, увидели просроченный сыр, вышли на улицу, этот сыр переложили в машину, пошли делать возврат с этикетками от товара, по которым товар был просрочен, а в дальнейшем именно с этими материалами, даже с видеосъемкой с улицы, как они этот сыр ложат в машину, но людей заводят уголовную статью о краже. 158. Да, как вам такое? А если, нет, я знаю, на своем примере, когда меня обвинили в грабеже с применением насилия, как бы, все заснято на видео, нет ни одного доказательства, недопрошенный свидетель, не изъяты видеокамеры, ну, я понимаю, о чем речь. Ну, на мой взгляд, это, скажем так, вот такая борьба с людьми, которые мешают жить, понимаете, ну, вот этим торговым сетям, магазинам, там, ментам, вот этим продажным, вот этой, вот этой своре, которая вот кормится от этих магазинов, понимаете, вот на сегодняшний момент вот эта просрочка, это уже не просто просрочка, это бизнес, который уже крышуется, вот как проституцию крышуют, вот сейчас просрочку крышуют, я это говорю не просто так, я знаю, что кормятся участковые с этих магазинов, я много чего знаю в определенных моментах, то есть, это уже бизнес, и какой-то блогер. Я видел ваш ролик, где вы были, ну, как это назвать, в офисе пятерочки или магнита, и вам там рассказывали, что в магазине просроченный товар по весу реализуется в дальнейшем, так сказать, финофервом, хотя непонятно, как можно реализовывать досрочку. Да, да, они просрочку назвали пищевые отходы, и думают, что раз мы просрочку назвали пищевые отходы, теперь мы можем торговать пищевыми отходами. У нас почему-то свиньи, это люди, которые жрут пищевые отходы, это, ну, много видеороликов на эту тему, то, что люди видят, это еще не все, просто не весь материал я могу выложить, потому что у меня есть видеозаписи, аудиозаписи с людьми этих магазинов, которые нам рассказывают конкретные схемы, конкретно говорят, что вот так и так, вот во столько-то туда подъезжает такая-то машина, вот такие товарищи берут туда-то, там-то ее реализуют, то есть у меня это все есть, то есть если ко мне в дверь постучаться и скажут, слушай, дорогой, вот мы там тебя видели, ну, вот как ты говоришь, историю рассказываешь, так я им такое выложу, что они охренеют, мягко выражаясь. Да элементарно можно зайти на Авито и посмотреть, как там по объявлениям эту же просрочку продают. Для того, чтобы бороться с этим, ментовской беспредел нужно фиксировать и точно так же о них снимать видеоролики и выкладывать... Алло? Да, да, да. А, да. Показал, что зависло. И выкладывать эти видеоролики в социальные сети. Я рассматриваю данный материал как материал уголовного дела на каждого из этих, скажем так, сотрудников, который просто осрочен по времени. Всегда придет то время, когда им придется отвечать. Почему? Вот то, что они сейчас думают, что они такие, скажем, герои там и тому подобное, пройдет немного времени, там, 5, 10, 15 лет, когда у них подойдет пенсионный возраст и с ними поступают, их же, скажем так, соратники, но вот как вот, как вот они сейчас поступают с другими людьми и как скотов вышвырнут без пенсии по статье с возбуждением уголовного дела под подставному какому-то заявлению и тому подобное. Потому что никто не захочет им, там такая политика, они жрут друг друга. Никто не захочет им там пенсии платить, там какие-то льготы сохранить и тому подобное. Это такая система работает. Они потом будут плакаться, что вот у нас отобрали там, на телевидении их будут снимать, нас отобрали на квартиру, там то-то, то-то. Я когда смотрю вот этих товарищей, я думаю, да это вас бог накарал. Пришло то время, когда вот вы сейчас плачетесь, а я уверен на 200%, что до этого времени, пока вот вы сейчас плачетесь, вы творили такие вещи, потому что находясь на этих должностях, нормальный человек не может работать, потому что то, что я вижу, вот далеко ходить не надо. Менты до такой степени, вот хочется матом ругаться, охерели просто, предоставляют суд видеозаписи с дозоров, где они устраивают пытку человеку. Просто, я не понимаю, это что у человека должно быть в мозгах, чтобы, хочется ругнуться, что, сука, они не боятся ничего. Ничего не боятся. Они привозят человека из больницы, попавшего в ДТП. Он в наручниках, за спиной, лежит лицом на асфальте. Один ему становится на ноги, другой задирает ему в составах эти руки. Он орет там, блядь, матом просто, говорит. Убивают там, ну там, вообще, это надо лучше один раз увидеть. Ладно. Первый эпизод. Зачем-то они это взяли в суд, предоставили. Мозгов нету. Тупые. Второй фрагмент. То есть, здесь превышение полномочий. Просто, стопроцентное превышение полномочий. Я не знаю, они еще работают или нет. Их должны не просто уволить, а посадить. Это первый момент. Второй момент. Доставили человек. Они садят его в клетку, для задержанных, за решетку. В наручниках. Вот хочу ругаться. Позвольте, я буду ругаться все-таки, потому что, блядь, вы охуели. В наручниках человека, да ты обязан сразу же снять с него наручники. Человек, который после ДТП, который теряет сознание там каждые пять минут и тому подобное. Ладно. Через полчаса, через полчаса снимает наручники. Но не для того, чтобы ему сделать комфортно, а для того, чтобы провести процедуру административную отстранения транспортного средства. Составление там протокола. Уже внутри, внутри в этом. Да, да, да. От транспортного средства. Он прям там сидит в наручниках, рулит прям в клетке в этой, понимаешь? Отстраняет он его. Просто полное, я не знаю. Ладно. Называют правовое насилие, просто реально. Так это не правовое насилие. Роман, давай я расскажу. И что происходит? Они же это все снимают. Они снимают это все на дозоры. И, короче, они его начинают в чувства переводить. там вот так вот, ну, блин, ну, очнись, как бы, ну, как бы, не притворяйся, ты же живой, как бы, мы же не с трупом составляем материал. Короче, они там его приводят чувства. И там грубое, наверное, на видео, там за лицо его уберут, дергают вот это все. Он просто рукой отмахивает это все и выключается дозор. Они его там, извиняюсь за выражение, херачат. И потом... Херачат, буквально в смысле херачат. Где-то в районе четырех минут. выходит из камеры и заново включает дозоры и как будто они такие заходят. Но он уже лежит в наручниках, опять в камере, в наручниках. Ни за что отхерачили, одели наручники и заходят и, типа, начинают опять вторую серию снимать, заново снимать, как они составляют административный материал. Он там, блядь, рыдает, сука. Слышишь меня? Рыдает. Стонет, задыхается, блядь. Это все заснято. Прячет лицо в угол стены, блядь, потому что его пиздили только что минуту назад. Понимаешь? И вот они вот это предоставляют в судебное заседание. А в суде потом в рапорте пишут, дозор кратковременно выключался, блядь, все-таки вот судьи, судьи, федеральные, мировые и так далее, больше на стороне должностных лиц полиции. Естественно. Естественно. Рука руку. Тут даже не может быть обсуждений, потому что... Действия должностных лиц полиции постоянно. Это постоянно явствует из каждого процесса. Вы представляете, я допрашиваю, ну, то есть, должностное лицо, он в качестве свидетеля, у нас КОАП РФ, да? Вот. А судья отвечает на поставленные вопросы. Это судья под фамилией Ковальчук. Центральный район и суд города Тулы. Судья Ковальчук, тебе привет я передаю. Я до сих пор не забуду про твой беспредел. Давно на пенсию пора. Жаль, нету времени добраться до ККС, а потом ВКС. Роман, вот я перебью тебя сразу. Пожалуйста, фиксируйте все вот эти вот, всех вот этих судей, фиксируйте, выкладывайте их в интернет. И возьмите какого, не надо всех прям, возьмите какую-то конкретную цель и посадите эту эту судью. Посадите. Вот я взял конкретную цель, вот у меня сейчас судья Белозерская, я знаю, что-то она отслеживает мои видео, она еще раз здесь, она знает, что я буду идти до последнего. Я не успокоюсь, не успокоюсь, пока она не сядет в тюрьму. Именно не получит реальный срок. Да, районный суд, федеральный судья, ну, которая вынесла приговор мне, вынесла приговор, она лишила мне на год и восемь месяцев свободы по пустому, надуманному делу. Реальный срок. в принципе, не говоря о том, что людям восемь лет дают условно, все что угодно, то есть у меня двое детей, ну, это просто, просто я сейчас не хочу ругаться, потому что это не будет правильно, но у меня очень негативные, скажем так, чувства к этому человеку. Вот я далеко ходить не буду, она же настолько была заинтересована, что даже когда я находился в СИЗО, она обрывала трубки телефона. Это уже с начальниками, которыми я разговаривал там в СИЗО, там тоже доставал свои писанины и тому подобное. Вот они говорили, слушай, что она от нас хочет? Она просто названивала, интересовалась, как я там, что я там, какое здоровье. Я уже просто начал угорать над этим. Я пишу председателю заявление. Это не может быть просто. Пишу председателю это заявление. Прошу разрешить свидание Белозерской судье со мной. Ну просто разрешите свидание. Ну что она так интересуется? Ну давайте мы встретимся уже где-нибудь на нейтральной территории там, не знаю, пообщаемся. А какая цель-то была этому всего? Так она его засудила. Какая цель была, потому что меня пытались сломать. вообще вот эта система построена на принципе обвинить того человека, который даже абсолютно невиновен. Потому что человека сажают в такие условия и начинают на него давить прессинг. И он уже готов признать вину, лишь бы блять выйти из этой ситуации. На все готовы. я говорю вплоть до того, что человек невиновный подпишет, признается в том, чего он не совершал. Причем даже у него будет стопроцентное алиби и судьи будут рассматривать это дело и проигнорируют это алиби. Просто проигнорируют. То есть вот у меня я с людьми много общался, с которыми там находился. Ну такие истории рассказывали просто жесть. Просто вплоть до того, что есть видеозапись, на которой нету этого человека. Этот человек есть документы подтверждающие что он находился в другом городе, но его обвиняют в совершении уголовного преступления. Потому что он где-то проявил слабость и подписал чистосердечное признание, так сказать. Но оно противоречит материалам дела. Человека тупо не было даже там. То есть он не мог этого совершить. Но судьи выносят приговор. Его сажают приговор отменяют. То есть он 4 года в СИЗО находится. 4 года в СИЗО. Да, тюрьма крытая. И да, ну как вот в камерах 4 стены и все. Выходит погулять там те же самые 4 стены только без крыши. Так вот в этом-то и сути заключается, что меня хотели сломать точно таким же способом. Поэтому для того, чтобы меня сломать, мне подтянули вторую часть статьи 161. То есть а это уже тяжкое преступление и соответственно там уже можно в СИЗО держать очень долго вот это все. То есть ну извиняюсь за выражение я 10 месяцев просидел в СИЗО. Я практически отбыл весь срок наказания находясь в СИЗО. Ну с учетом перерасчета 1 за 1,5. И все равно областной суд решил меня все-таки снизил срок год и восемь до год и пяти месяцев но все равно отправили меня в колонию в СИЗО. Чтоб все равно меня там сломать. Я там единственный человек был который был без маски. Единственный человек. На меня приходили все кто там в этой колонии работал чтоб просто посмотреть блять это как это что такое бывает что ли? Вот ходили как блять как на зоопарк и спрашивали а почему ты намордник не носишь? И их поражал мой ответ блять не хочу. А это можно было? Да говорю блять не хочу и все блять они смотрят на меня как дебилы понимаешь разворачиваются и уходят. Потом другой приходит блять а почему ты без намордника? Блять не хочу. Вот вот эта вот система ну понятно что я там начал уже в какой-то степени борзеть с точки зрения нарушения режима почему? Потому что я понимал что мне там уже там через две недели выходить потому что у меня срок уже заканчивался и ну я вел себя совсем по-другому а там же людей ломают именно психически и морально то есть вот там запрещено ходить там должны все бегать вот стадо лысых сайгаков бежит представляешь да? Ну я естественно я больной что этим заниматься они понимали что я меня через два недели выпускать ну ты хотя бы в сторонку отходи не мешай им баранам бежать понимаешь ну это может быть неправильно баранам мешать потому что кому-то семь лет сидеть ему приходится в эту систему как-то ну вникать потому что вот ну со стороны конечно я понимаю что если бы у меня там десятка было может быть и мне нужно было либо там застрелиться либо там кого-нибудь застрелить ну либо бежать сайгаком достоинства, там вот у одного человека кровь пошла из носа, и он все равно ему заставляет одеть эту маску, и вот этот парень молодой там 20-летний, он эту маску одевает, короче его потом увезли там, он там сознание начал терять, ну маску одевает, понимаешь, не чтоб сказать, сойдите вы нахер со своей маской, понимаешь, и вот они там, этот график есть, который вот, и вот они, блядь, стоят, вот этот, блядь, чистый асфальт, блядь, не тут, понимаешь, создают видимость, вот метут, 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 а я, блядь, нахуя мне это надо, я говорю, я не буду делать, я не буду этого делать, ну естественно, у меня этот ШИЗО, штрафной изолятор, все, так а там нормально, что, те же самые стены, ну да, как бы, вот эта вот шконка, или как она там называется, поднимается, там ты можешь только сидеть, ну и что толку там, ну, лежать нельзя, ну я все равно ложусь там на стол, потому что там, ну, как-то, так я 50% времени просидел именно в этом изоляторе, вот как я так понимаю, сейчас, Навальный же тоже там в колонии практически не находится, он все время в штрафном изоляторе сидит, и много людей, которые годами сидят в этих изоляторах, потому что они не ломаются, их невозможно сломать, потому что вот они такие, а система пытается сломать. Зрители интересуются, что вы думаете, что вы считаете по ситуации, связанной с Сан Санычем? Я считаю следующим образом, то, что он невиновен, это 100%, это очередная заказуха для того, чтобы его просто убрать, высосанная из пальца на фантазированное дело, ну, вот как, в принципе, и со мной, вот, в принципе, вот он и я, это копия той ситуации, только у него другую статью применили, у меня там 161 применили, у него применили вымогательство, но надуманная там ситуация и надуманная у меня ситуация, ему, я могу только пожелать, не сдаваться, не сдаваться и идти, идти, идти до Верховного суда, то есть не пропускать сроки, все это обжаловать, потому что из того, из той информации, которую я видел, я вижу, что дело, ну, пустое, как можно человека признать виновным, которого, опять же, нет ни одного доказательства по диалогу какого-то непонятного чела, да, может быть, там диалоги есть, вымогательства, ну, что это за чел, может быть, это сотрудник полиции, ну, это подстава, явная подстава, и у нас по уголовному законодательству человек несет только ответственность за свою вину, за свои действия, а не за действия третьих лиц, а у нас сейчас, скажем так, акцент смещается, у нас сейчас люди несут ответственность за то, что там ребенок что-то написал, там, кто-то что-то по телефону поговорил и так далее. А вы, Роман, что думаете по этому поводу? Сан Саныч мне звонил, да, мы общались, скажем так, до еще его ареста, это как раз был за, ровно за один день, вот, после дошла для меня информация, что его арестовали, я считаю, конечно, исходя из известной мне информации, что это реально полностью надуманное дело, реальная заказуха, действительно, кому-то это что-то нужно было, вот, но, в принципе, как я считаю, что апелляция должна все исправить. Ну, так, в какой-то мере. Я считаю, апелляция справить, то есть, 9 лет Санычу дали, ну, это за пределами добра и зла, просто на ровном месте и ни за что. Надуманные материалы, которые наличствуют там, они не доказывают вины самого Саныча, они говорят о каком-то третьем лице. Который даже не установлен. Но никак не о нем, вот. То ли у нас хотят показать судебную практику. Это вообще бред. Такую, да, что так, в принципе, у нас много подобного. Вот, но, в принципе, я как юрист, как знающий также рамки УПК РФ, я считаю, что апелляция, апелляция должна поправить там все. Ну, что вы, ребят, думаете по поводу СтопХама? Вы в курсе ситуации? Ну, я знаю, что такая организация существовала. Я не знаю, есть ли она на данный момент и в чем вопрос конкретно. Ну, вопрос в том, что, ну, как юрлицу оно не существует. Ну, как движение, да, те же самые блогеры по просрочке, назовем так нас. СтопХам, он существует в разных городах. И в Москве была ситуация, когда ребята шли просто вдоль дома, получается, по пешеходной зоне. И на них там наехала машина без каких-то обознавательных знаков. Вышли люди в какой-то просто камуфляжной одежде. И потом они их заломали, вызвали себе подмогу. И выяснилось вообще, что это какие-то там силовики, скажем так. И ребята как бы избили силовиков. Хотя на самом деле по видео видно, что там группы огромные, группы лиц, там человек 10-20, избивали этих трех ребят. И по сути ребята сейчас также сидят в СИЗО, да, получается, как это называется. Ну, а у них этапа не было еще. Да, они просто сидят еще, ожидают самого начала суда уже порядка там 8 месяцев они ожидают. И получается, что им вменяют то, что они препятствовали служебной деятельности вот этих силовиков, что они их избили. Хотя, как бы, вообще бред какой-то. Ну, то есть, как я считаю, просто ситуацию переначали, вывернули в свою сторону. Просто переначали ее. Ну, здесь надо, здесь имеет юридическое значение, именно знали ли вот эти стоп-хамовцы, что это сотрудники, ну, правоохранительных органов. Вот это важно. Когда человек говорит, что я там полицейский, но при этом у него ни формы, ничего, он ни удостоверения не показывает, не представляется. Можно ли считать, что, как бы, что это полицейский? Хорошо, другой вопрос. А в связи с чем там драка, нельзя было уйти от драки? Как, почему она произошла? Потому что машина начала на них наезжать, они попросили их не двигаться по пешеходной зоне, а те вышли и начали конфликтовать. Вот, а это оказалось в должностные лица. Ну, на самом деле, здесь очень такая ситуация, в которой нужно разбираться. Почему? Потому что вот... Ну, я понял. В принципе, вы просто не в курсе данной ситуации. Роман, вы... Я не в курсе, да, этой ситуации. Потому что, ну... Она спорная. Конфет надо смотреть. Спорная. А в чем спорность-то? А в том, что... Как реально подтверждается, скажем, их невиновность? А в чем виновность? То есть, там они шли с фиксацией, правильно? Ехал автомобиль. Это по запрещенному участку дороги, по турдуару, как я полагаю. Вот. Они указали на то, что это недопустимо. А в результате оказалось это в должностные лица полиции, да, как я понимаю. Без формы, без ничего. Без формы, не представившись ничего. Вот. Необходимо смотреть материалы дела. Есть ли такие доказательства, когда именно их диалога и в чем был конфликт? Кто первый начал применение физической силы? Кто представился? Кто не представился? И, как бы, есть ли вообще такое в материалах дело? Понятно. Смотрите, у нас осталось минут 20 до завершения. Я, как, опять же, как участник судебных процессов, как простой потребитель, хотел бы у вас спросить. Насколько важно, чтобы человек обращался к юристам? Вот в каких случаях это очень важно? Вот у меня на эту тему есть свое мнение. Я считаю, что каждый из нас должен быть юристом, хорошим юристом. Очень хорошим юристом. Каждый из нас, он обязан. Я понимаю, что пока ты молод, пока нету знания, опыта, этого нету. Но когда тебе, извиняюсь за выражение, 30 лет, 40 лет, и ты до сих пор не знаешь законодательства, своей страны, в которой ты живешь, до сих пор не имеешь опыт, практику и тому подобное, это непростительно. Я знаю второй момент, что никто за тебя ничего не сделает. Почему? Потому что, да потому что ты не нужен никому. Максимум, что нужно, это твои деньги, все. Если ты готов платить деньги, большие деньги платить за знания и умения, ну, приготовься. Но это не гарантирует тебя, скажем так, ну, что, если у тебя есть деньги, то ты будешь там выигрывать дела и тому подобное. Потому что, повторюсь, лучше тебя не сделает никто. Это вот первый момент. Но если вдруг так произошло, что ты ноль, скажем так, в каком-то вопросе, конечно, нужно своевременно обращаться к специалистам. Своевременно. Потому что исправлять всегда сложнее, чем предотвратить что-то. Очень многие люди обращаются, вот у меня завтра судебное заседание, вот, пожалуйста, вот у меня буквально есть сейчас такое обращение, вот, любые деньги, вот чтоб мои права у меня водительские не отобрали. Ну, я говорю, ну, сбрасывайте материалы дела. Хрен, что это буквально за один день до судебного заседания. Ну, я начинаю читать. Я вижу, что он дает объяснение признательное. Ну, я все это вижу. Ну, я говорю, ну, а что вы хотите? Да. Стойки 12.26 какой-нибудь или 12.8, да? Потому что я всем говорю, вот, 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 у меня достаточно много лет. За свою жизнь я не встречал ни одного человека, который умеет пользоваться 51-й статьей Конституции. Ни одного человека. Вот, многие знают, да что там такого? Вот, ну, там, ты имеешь право не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. Ну, что сложного, да? А попробуй ты ей воспользуйся этой статьей. Да потому что у людей не язык, а помойка. Они несут, они себя сажают просто. Они не знают поговорку, молчание это золото. Они начинают давать какие-то объяснения. Они ведутся на дешевые разводы ментов, судей и тому подобное. Это просто вот как на пустом месте. Я знаю, знаю, что я могу любого человека размотать, вытащить у него любую нужную мне информацию. Потому что он не умеет держать язык за зубами. Он не имеет пользу 51-й статьей Конституции. Поэтому я когда говорю, что вот самый лучший совет, самый дорогой, какой я могу вам посоветовать, пользуйтесь 51-й статьей Конституции. Но я знаю, что это в 99 случаях не сработает, потому что это в одно ухо вылетело, влетело, а в другое вылетело. Вот это практика. Это все проблемы потом. Я вот человеку могу объяснять с матами, с истерикой, там разными путями и спокойно. Вот это все рассказываю, все примеры приводить, все-все. Он да, 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 все понял, все понял. Он приходит к следаку там или еще куда-то и нахер все, нахер выкладывает все на чистую воду. Я ему говорю, что я могу тебе вот сломать руки, чтобы ты ничего не подписывал, и вырвать тебе язык. И то я сомневаюсь, что ты воспользуешься 51-й статьей Конституции, потому что ты, блин, как-то другими там кивками будешь отвечать на вопросы следователя. Да, нет, да, нет. Вот в этом я поражаюсь. Просто не давать показания против себя. Не давать ненужные объяснения. Не отвечать на те вопросы, которые тебе не задают. Вот люди, которые слушают и смотрят меня, задумайтесь над этим. В 99 случаях всех дел, которые вот суда, раскрыты, да, они раскрыты с помощью, с вашей помощью. Вы сами себя посадили, потому что менты, суд, никто не хочет работать. Им проще вас выбить там силой, морально, как угодно, чтобы вы там дали признательные показания, чтобы вы сами сказали, условно говоря, где труп зарыт, где там все, все, что, что. Потому что вот так устроена система. И заметьте, никто из полиции никогда не разъясняет 51 статью. Максимум, что могут... Они ее не знают и не разъясняют. Они максимум могут сказать, ну а что, ну вы же вы знаете, да. А, ну все, все. Да какая разница, знаю я, не знаю. Вы обязаны по процедуре ее разъяснить. У меня примеры есть на канале. У меня примеры есть на канале. Допрос до ужасных лиц. Но если вы разъясняли 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях моему доверителю, то о чем она? Тишина! Суд начинает говорить, подсказывать задолженностных лиц полиции. Да у меня, в принципе, все, наверное, больше нет вопросов. Что вы хотите пожелать своим зрителям? Каждый отдельно давайте выскажемся и будем загубляться потихонечку. Я хочу пожелать следующий момент. Всегда быть собой, ничего не бояться, придерживаться своих принципов. Ну и верить все-таки в хорошее будущее в наше страны, в себя. На мой взгляд, это самое главное. Быть оптимистом. Да. Я тоже так считаю, что никогда не надо сдаваться. Я всегда иду до последнего, всегда до последнего, как бы там ни было. Не сдаюсь. То есть я не пытаюсь, чтобы меня сломали или поджали по ту или иную систему какую-то. Да, это занимает много времени. Ночи, изучение также. Мы постоянно, каждодневно учим право, натыкаемся на такое, что это невозможно было ранее изучить. Это каждый из юристов меня поймет. Держать язык с зубами, если что-то где-то ты прав, а тебя обвиняют в чем-то. Или ты, наоборот, не прав. И, друзья, давайте договоримся, что не надо звонить мне на стадии, когда уже составили материал. Вы позвоните, когда только хотят оставить точку в протоколе. Позвоните в любое время дня и ночи. Меня зовут Роман Рябикин. Мои цифры телефона в ВВЕ есть в открытых источниках, в том числе в нашей группе «Мое право Тула». А так 8953-967-85-18. С нами был очень интересный человек, юрист, потом блогер Владимир. Очень интересный диалог состоялся с вами действительно в жизненной правильной вещи. Сказали, я полностью поддерживаю сказанное вами. Ну и, Максим, что еще? Зрителям нашим всем привет! Всем удачи, всем пока! Закругляемся туда, ребят. Все, я сейчас выключаю. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»